МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина. Сегодня выпуски. Переформатирование и обновление. Делегаты из Чувашии приняли участие в съезде Единой России. Портер уж полон. Новый электронный проект презентовала студия Чувашкино. Пробный рабочий день. Школьники осваивают будущие профессии. С 19-го съезда Единой России вернулась делегация Чувашии. Переформатирование работы партии в соответствии с электоральными задачами предстоящих выборов 2020-2021 годов стала главной темой. В числе основных решений обновление программы партии, создание шести рабочих групп Генсовета, запуск правозащитного центра, кадровая ротация. В качестве главного ориентира для партии президент Владимир Путин назвал мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах. Главное в работе партии быть вместе с людьми. Досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно. Помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы будете укреплять свою состояние. Дело вниманием, заботой о гражданах будет доказывать свое лидерство. Единая Россия на предстоящих выборах должна показать лучшие результаты, сохранить политическое лидерство в стране, отметил в своем выступлении председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Он лично возглавит комиссию по подготовке новой партийной программы. В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать работу. На съезде решено создать шесть рабочих групп по кадровой политике по реализации национальных проектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, а также по повышению удобства взаимодействия с партией. Касаясь съезда дальнейших стратегических направлений, конечно, можно сказать, это уже старт по выборам Государственного Дома Российской Федерации в 2021 году. Поэтому обновление определенное будет в составах органов управления политической партии Единой России. Какие вводные будут данные, какие решения будут приняты, конечно, мы будем претворять в реальной жизни. У жителей Чувашской республики доверие к политической партии Единой России достойное, высокое, как никогда. Форма общения с народом через общественные приемные Дмитрия Анатольевича Медведева показали, что они очень эффективны, востребованы, но требует модернизации, чтобы человек, обратясь туда, мог получить информацию не просто по личному вопросу, но по тому, как развивается район, республика, город, подъезд. Примерно как МФЦ. Вот такие же функции хотим наделить общественные приемные. Цифровизация на службе электората. В партийной приемной в Чувашии намерены максимально использовать интерактивные возможности современных гаджетов. Будут установлены интересные интерактивные приложения. И в цифровом формате, заходя в приемную, можно будет узнать о всех национальных проектах, которые реализуются в республике, в стране. Можно будет узнать информацию о каждом депутате. Более того, даже можно будет оставить заявление в партию, если будет желание вступить туда. И помимо этого, мы будем работать, мне кажется, чуть ближе и интереснее. Разрабатывается также мобильное приложение общественных приемных. Идею создания правозащитного центра делегаты от Чувашии тоже поддержали. Больше того, работа в этом направлении уже ведется. Во многих общественных приемных, то есть у нас, в Чувашской республике, мы эту форму практиковали. У нас действует юридическая клиника, есть партнерские отношения с союзом юристов. А теперь это все перейдет в постоянный режим работы, и это партнерство будет на постоянной основе. И как нельзя уместны в этом контексте слова президента Путина о том, что задача правящей партии – не править, а служить людям. Родион Архипов, Борис Андреев, Республика. Охранники правопорядка на общественных началах. Сегодня в Домправительство пригласили лучших народных дружинников, финалистов и участников республиканского конкурса. Как становятся помощниками полиции? Какую пользу приносят добровольные отряды? Подробности у Дмитрия Ковалева. Все новое – это хорошо забытое старое. Вот и в создании отрядов народных дружинников пошел на пользу опыт советских времен. Их задача – обеспечивать общественный порядок наравне с сотрудниками полиции. Желание волонтеров приносить пользу в правительстве стимулируют, отметил глава региона. Михаил Игнатьев вспомнил, что и сам в студенческие годы работал дружинником. Когда в Неверготехнике мы учился, привлекали нас, мы выходили там на 2 часа, на 3 часа. Это тоже полезно было. И всегда уже на какие-то, значит, конкурсы, когда мы подавали документы, это тоже учитывалось. Это очень важно. Вы, не считаясь личным временем, занятостью на работе, выходите на охрану правопорядка вместе с сотрудниками НМД Почувавской республики. В июле 2018 году создали координационный орган народных дружин, задача которого входит изучение текущего состояния дел в республике по линии участия граждан в охране общественного порядка. Сейчас в рядах народных дружинников республики состоят более 600 человек. Среди активистов немало студентов-фузов. Но одного желания выйти на охрану правопорядка мало. Необходимо сдать экзамены. Народные дружинники стали у нас более грамотными в правовой подготовке, более грамотной медицинской подготовке. Народные дружинники изучают приемы самозащиты также с инструкторами Министерства внутренних дел. Создали координационный штаб в студенческих отрядах охраны правопорядка, в которые входят 6 вузов. Только в этом году благодаря народным дружинникам в республике было пресечено более 2000 правонарушений. В Урнарском районе общественный порядок находится в женских руках. Патрулировать улицы муниципалитета выходит Елена Голубцова. Охрана общественного порядка совместно с сотрудниками МВД на общественных массовых мероприятиях, например, праздники Агаду, День Победы, День Химико, футбольные матчи. Держится совместно с сотрудниками ГИБДД. Финалистом республиканского конкурса народных дружинников в этом году стал Виталий Александров, мастер газа дымозащитной службы из Новочебоксарска. Я являюсь народным дружинником в городе Новочебоксарске уже 13 лет. Все участники конкурса у нас на каждом этапе выступления выкладывались, будем говорить, максимально. Все участники конкурса были достойны наградой. Народные дружинники должны стать узнаваемыми. Глава региона поддержал инициативу создать единую форму для отрядов-добровольцев. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. По прогнозам синоптиков, настоящая зима со снегом придет наш регион уже в конце этой недели. Но сейчас столбик термометра уверенно держится ниже ноля. О возможных опасностях первых забросков подробнее в сюжете. Минусовая температура, ветер и отсутствие снега. Такая вот европейская зима пришла на территорию России. В первую очередь льдом покрылись водоемы со стоячей водой, пруды, озера, заливы. В период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, такой лед непрочен и таит в себе много опасностей. Лед, который держит одного человека, он должен быть не менее 7 сантиметров, обязательно прозрачный. Если лед непрозрачный, такой лед выходить вообще не надо. В случаях, если выход на лед неизбежен, следует знать основные правила перемещения. Нельзя выходить на лед в одиночку и в темное время суток. Двигаться нужно группами, идти друг за другом на дистанции 5-6 метров, обходя площадки, покрытые толстым слоем снега и темные пятна. Предупрежден, значит вооружен. В тех случаях, если человек все же оказался подо льдом, в первую очередь нельзя поддаваться панике. Выбираться также нужно, соблюдая несложные правила. Один способ, широко расставив руки в сторону, помогая себе ногами наползать на лед. Задача человека зафиксироваться на льду, после этого закинуть одну ногу, вторую, откатиться, вот так вот, и заползти на расстояние 3-4 метра. После этого встать на ноги, если лед позволяет, так широко расставив ноги, такой широкой походкой, быстро, но аккуратно идти в сторону следов, в сторону берега. Первый лед коварен и опасен для всех. Но в основной группе риска, прежде всего дети. И их безопасность полностью в руках родителей. Инструктаж по технике безопасности в зимний период просто необходим. Самим взрослым следует помнить, что катание на льду, игры и спортивные соревнования требуют тщательной подготовки льда. Толщина его должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовых катаниях не менее 25 сантиметров. Богдан Удойникова, Бахтияр Вилеев, Павел Иритков, Республика. Проезд к микрорайону Солнечный в Новоюжном районе столицы с завтрашнего дня, 27 ноября, будет закрыт. Во время производства работ строительство дороги по улице Солнечной, по бульвару Солнечной в данном микрорайоне вынуждены перекрыть существующий проезд через дамбу, как мы видим, в связи с необходимостью строительства разворотной площадки, которая предусмотрена проектно-сметной документацией. Проехать к микрорайону можно будет по временной дороге со стороны аэропорта. Проезд к домам по проспекту тракторостроителей останется прежним. До конца года строительство четырехполосной автодороги, которая проходит по микрорайону Солнечной через улицу Асламаса и с выездом на проспект тракторостроителей должно завершиться, заверили в администрации города. В конце октября стартовал всероссийский конкурс лучших проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений 2020. Его победители получат средства порядка 40 миллионов на реализацию своего проекта. От Чувашии в этот раз участвуют пять населенных пунктов, в том числе Мариинский посад. Какую территорию города и как именно благоустроить решали его жители, наблюдала наша съемочная группа. Зеленый, уютный городок на Волге. Таким Мариинский посад запоминается туристам. Старинные улочки и исторические здания по соседству с заброшенными парками и заросшими оврагами. Таков город для местных жителей. Именно они должны решить, какую территорию привести в порядок и что там разместить. Это одно из основных условий Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Для этого в Марпосаде провели так называемую проектную сессию. Наш семинар для того, чтобы ваши идеи, которые вы сейчас сейчас их озвучите, которые запишите на этих бумагах, на этих листах, они лягут в основу проекта. Первая задача определиться с территорией. Овраг, из которого заброшены, да, из него практически можно сделать красивый такой парк отдыха. Улица Николаева, Ярославская. Вот там есть овраг, очень неблагоустроенный. Много территорий. Это въезд в город. Это парк сделать, потому что там же овраги все аккуратно. Город не засадить, греями, дорожки сделать. И будет красивейшее место. Мы хотим благоустроить Куспенский парк, как раз рядом с весными образовательными учреждениями. Вот здесь скучность населения большая. Мы выбрали молодой человек Куспенский парк, который находится рядом с зданием этого филиала университета. Вторая задача – решить, что на выбранной территории нужно изменить. Есть листикеры? И маркером пишите проблемы этой территории. Мы выбили набережную. Полно проблем. Это износ существующей набережной. Нет освещения хорошего. Недостаточное оно. Парковок нет. Абсолютно. К ЗАГСу не подъехать. Заключительная часть предложения. Ну, например, у нас здесь есть историческое здание, где сейчас располагается ЗАГС. И молодожены, когда выходят из ЗАГСа, у них нет места, где бы они могли провести первую фотосессию. Еще есть такая традиция, замечательная, когда вывешивают замочки молодожены. И делают это по заборчику, которая отделяет набережную. Мы же предлагаем установить здесь древо любви, как есть во многих других городах. Устройство перехода мост государю горы с набережной Результаты проектного семинара передадут специалистам, которые подготовят окончательный проект и рабочую документацию. В прошлом году город уже участвовал в конкурсе, однако получить грант не удалось. В этот раз постарались учесть все ошибки. В этот раз я все-таки рассчитываю, что при вашем содействии, при вашем участии город Мариинская посадка в конечном итоге станет победителем и получит вот эти долгожданные 40 миллионов рублей. Успешный опыт в республике есть. Так, в 2019 году победителем стал Ядрин. Реализовывать проект там начнут, как позволят погодные условия. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. До пяти лет лишения свободы грозит жителю Вурнарского района за нападение на полицейских. Вечером 20 ноября в поселке Вурнары подозреваемый был доставлен в отдел внутренних дел за то, что в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок в одном из местных кафе. В ходе разбирательства по данному факту фигурант дела нанес удар кулаком в область носа вначале одному сотруднику внественной охраны, а затем его коллеге по рукам. Все обстоятельства случившегося выясняются. За мелкое хулиганство в кафе мужчину привлекли к административной ответственности. Мы уже говорили о том, что комиссия по проверке декларации депутатов Чебоксарского городского собрания рекомендовала лишить мандата Виктора Шмакова. Сведения о доходах и расходах в его декларации признаны неполными и недостоверными. И, как сообщили в аппарате собрания, сегодня на внеочередном заседании полномочия депутата были досрочно прекращены. Пробный рабочий день для школьников Чебоксара организуют мастер-классы в вузах и экскурсии на предприятия столицы республики. Еще быстрый прием вот так вставляешь, просто держишь и вот так крутишь. Одним пальцем показать, чтобы быстрее закрутить. Попробуй дальше. Это вам не фильмы смотреть или картинки разглядывать. Здесь школьникам доверяют и отвертку, и руль автотренажера. Прикоснуться к профессии и почувствовать твое или нет. Учеников 64-й школы в Чебоксарском профильном колледже имени Никольского знакомили с рабочими профессиями и показывали виртуальные экскурсии. Последнее инструмент, которым в своей работе умело пользуются воспитатели. При помощи виртуальных экскурсий мы знакомим с историей нашей земли. Ну и конечно же, чтобы привлечь школьников в нашу профессию, показать разные ее стороны, разные стороны использования разного интерактивного оборудования, мы проводим наши профессиональные пробы, используя такое оборудование. Четвертый год подряд в городе Чебоксары реализуется проект «Профессиональная среда». Школьники посещают центры инсталляции различных вузов, техникумов и колледжей. По статистике, определившихся с профессией становится больше. Я хочу поступить в медицинский колледж, как бы попробовать. Мне нравится сама эта тема и я слышала много рекомендаций от своих знакомых, друзей и поэтому я так решила. Как правило, с профессиями знакомятся ученики 8-11 классов. Только за прошлый год были организованы десятки экскурсий и мастер-классов. Более полутора тысяч наших школьников прошли через вот эти курсы, познакомились, попробовали себя в роли экскаваторщика, мастера башенного крана, кулинара или же учителя-педагога. Постояли у доски уже в данном качестве. Все это, конечно же, выстраивает определенную траекторию, налаживая детей, уже не детей, а, ну скажем так, взрослых, подростков на профессиональный лад и они действительно выбирают осознанно, куда они пойдут после 9-го класса. Все для того, чтобы после такого знакомства вопрос, куда пойти учиться, у большинства школьников отпал сам собой. В Москве прошел пятый национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов Обилимпикс. Участники из Чувашии завоевали пять медалей. На чемпионате Обилимпикс в Москве Чувашой представили 17 студентов и школьников, победителей регионального этапа чемпионата. Всего в Столюсу приехали 1800 ребят из 85 регионов страны, которые соревновались в 62 компетенциях. Резьба по дереву, ремонт обуви, швея, ландшафтный дизайн, массажист, экономика и бухучет. Мастером по резьбе по дереву признан Радик Мухаммед Дианов, студент Чебоксарского экономико-технологического колледжа. В этой же компетенции ученик Калининской школы-интерната Николай Иванов занял третье место. В компетенции экономика и бухучет среди специалистов второе место у Натальи Константиновой, выпускницы Чебоксарского экономико-технологического колледжа. 40 действующих лиц театральной истории Чуваши в одном издании. Масштабную работу по записи уникального видеоматериала провели Чувашкино и архив электронной и документации. Проект «Театр на все времена» получил грантовую поддержку главы Чувашской Республики. «Театр в лицах» это уникальный проект ГОСКИНО в студии Чувашкино. Он представляет собой видеотеку интервью народных артистов Чуваша и России. В своих интервью артисты раскрыли интересные факты из жизненного и творческого пути. Отлично дополняет фильм их воспоминания о том, каким было театральное закулисье на разных этапах. Будущего нет без прошлого. Ну и, конечно, без настоящего. Помнить надо? Да, надо. Это благородное дело, то, что вот сделаны архивные диски замечательные. Создатели позаботились и о том, чтобы сохранить на память интерьеры театров Чуваши. Артистов записывали в привычной обстановке на сцене в зрительных залах фойе. «Это вот как-то даже трудно представить, что это какие поколения могут прикоснуться к этому и тогда действительно понимаешь значимость». Сегодня специалисты Чувашкино ведут работы по обработке и описанию видеоматериалов, чтобы подготовить их к широкому использованию. Следующий этап создание документального фильма, который так и будет называться «Театр в лицах». «У нас сейчас собрался огромный пласт материала. Мы создаем фильм «Театр в лицах», который мы хотим презентовать на закрытие года театра в этом году, в декабре. И такой фильм, он уникальный тем, что он единственный в своем роде». Видеотека интервью размещена в читальном зале архива электронной документации. Обещает, что она будет пополняться новыми записями бесед с ветеранами театра и молодыми артистами. Доступ в видеотеке открытый. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, «Республика». Таковы главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова